Hi, babies! Так, на это пока не обращаем внимание, мы начнем с распаковки золотого яблока, да, шоппинг это тоже мое хобби, вы знаете, я это очень люблю, и макияжик, такой макияжик с пинтерс, макияжик тети 90-е, вот, сначала это, для тех, кто не понимает, что такое тетя, это образ, я раньше снимала в 2021 году видосы под 90-е нулевые, такой стилек, вот, и меня называли тетей, ну, типа такая тетя из 90-х, вот, и там за мной закрепился один макияжик, который я делала почти что-то постоянно, вот, он почти ничем не отличался, вот, и я как раз таки хочу вам показать тот самый легендарный макияж, как я его делала, какие средства использовала и так далее, вот, на пинтерсе это сейчас довольно-таки такой популярный и модный макияж, поэтому мы сейчас сделаем что-то похожее на вот такие макияжики, на такую тематику. О, нет, это убитая косметичка годами, буду показывать средства, которые использую для макияжа, они какие-то старые, где-то уже нету каких-то надписей, стандартный макияж, который я делаю для тетушки, консилер, кстати, все средства, которые здесь есть, тоже можно купить в золотом яблоке, они вроде бы все есть, если я не ошибаюсь. Итак, первый это консилер Essence, очень крутой, я не знаю, у меня есть очень много консилеров, даже у меня ужасная кожа, мамочки. Пробовала много разных консилеров, наношу консилер, куда? Под глаза. Конечно, я делала подложку вообще еще под глаза, вот у меня есть от инфлюенсера жидкие пигменты, я использую белый и розовый вот этот пигмент, и под глаза, чтобы убрать эти синие ужасные мешки. Наношу куда? Вот сюда, наношу под губы, потому что они обветренные, их нужно перекрыть, сделать, так сказать, им это, показать их, прыщечки наношу. Если что, кожу заранее я подготовила этим, алоэ вера. Так, берем мокрый спонж, собственно говоря, что, тут у вас учить ничего не надо, да? Взбиваем консилер. Вообще, обычно я использую свой палец, супер! Так, теперь мы нанесем тени, я хочу, поскольку это тетя, хочу нанести какие-то такие синие, наверное, ближе к синим теням. У меня же есть эскиз для консилера, ладно, пофиг. Действительно их смочив, эти вот пигменты, наношу беленький. Можно консилер, можно просто вот такие белые пигменты. Я хочу предупредить, ребята, что я краситься-то не умею, прям, да? Во мне, это, не Даша Граф, я не знаю, кто хорошо красится, не Наташа Муа, не надо меня там засирать, потому что что-то у меня грязное или как-то не так. Я крашусь на, обычно, на тиктоке тети, да? Там нет такого, чтобы мне прям нужно было выглядеть невообразимо красиво, да? Поэтому я просто любительски, скажем так. Просто меня многие просили действительно показать, кто я крашу тетю. Там губы, то есть блохи. Я наношу только, как это называется, на закрытые веки, я не знаю. Сюда наношу. Так, ну я растушевала как могла, можно было конярс мне лучше, это все понятно. Что поделать, да? Уже, что есть, то есть. Что имеет, то тому и рады. Предварительно наношу еще бальзам на губы, потому что нам нужно увлажнить. Они у меня сухие достаточно. Ой, какие шелушицы у меня носики. Ладно, мы сейчас этой пудрой. Дальше что у нас идет? Дальше у нас идет тушь для ресниц. Тут ничего необычного нет. Главное не задеть, блядь, вот это вот наше тень. Мое главное в ресницах, чтобы они были длинные и на них было много туши. Нижние ресницы я тоже накрасила. Так, дальше мы берем с вами маленькую кисточку. Боже, тут начинается мой страх. У меня есть еще такая палетка Revolution черная. Очень крутая. Тут есть серый невероятный цвет. И мы нижнее веко прокрашиваем. Она у нас пока страшная, не переживайте. Сейчас я говорю, я сейчас подправлю все палочкой. Я беру сначала какую-то хуйню, намазываю себе на лицо там. Палочкой все подправляю. Нам нужно сделать тонкие графичные брови. Сейчас хочу их выщипать. Но не сейчас этим заниматься, потому что не хочу испытывать сейчас боль. Конечно же, их нужно там клеем заклеивать, но всегда было не так много времени перед съемками. Я просто консилером их вот так замазывала. Писточку для брови. И не стесняемся, афично выделяем себе брови. Конечно, они должны быть в два раза тоньше. Так, теперь мы должны сделать с вами пудру. Это моя первая пудра, но я видела, как на других выглядят пудры. И примерно понимаю, что такое хорошая пудра, а что такое плохая пудра. Стряхиваем ее обратно, все деньги. Ну что, пылью все утрамбовываем. Все вот это вот приглаживаем, заглаживаем. Но знаете, я сейчас пытаюсь максимально не трогать нос, потому что у меня красный и очень сильно шелушится, и губы очень сильно шелушатся. Так, давайте разберемся с губами, что мы делаем. Смотрите, возьму новый карандаш от Шик и рисуем контур. Так, мы пока не смотрим на это чудо, потому что надо все еще растушевать и соединить. Короче, у меня есть какая-то помада. Я ее украла у мамы, но она та самая идеальная. Не знаю, знаете ли вы или нет, вот с какой-то такой девочкой. Вот тут есть оттенок, зато 345p. Боже, идеальная помада. Мы красим центр. Все, и сейчас кисточкой все это соединим. На все губы мы нарисовали. Еще обычно иногда добавляю в серединку консилер и его растушевываю. И вот так, оп, и вот так. Хайлайтер, и все. Самое главное нанести его над бровью, потому что так все делали. На нос и над губами. Вот такой у нас макияж получился. Сюда нужно, конечно же, такую вот объемную челку. Сюда нужен начес. Такая вот тетка у нас получается. Смотрим на какие-то состояния моей кожи, потому что все-таки у меня весна. Вот, но в принципе так я и красилась, и крашусь на съемке тети. Не забывайте про промокод «Нолотого яблока». Надеюсь, вам понравилось. А может и нет. Не знаю. Меня просто просили показать, я показала. Друзья, у нас просто пипец ситуация. Все, что я снимала, все слетело. Я об этом узнала сейчас, сидя на монтаже. Поэтому меня увидите сейчас уже в новом образе. Я Леша Нуа. Я покрасилась в черный цвет, если что. Это темно-коричневый, просто он еще вперемешку с синим, чтобы был глубокий холодный коричневый. Но мы-то тут не для этого. Вы представляете мою посылку «Золотого яблока». И я вам показала макияж тети. Ребята, сейчас будет амфакинг. Заказала я много всего. И тут в основном декоративная косметика. Бреликой красивый цвет. Грех не показать покупки «Золотого яблока». Это всегда что-то очень хорошее. Итак, если кто-то вдруг не знает, то «Золотое яблоко» — это парфюмерный супермаркет. Вообще, у них есть очень-очень классное онлайн-приложение. Вы можете заказать любой товар с доставкой. В своем приложении есть очень классные подборки о косметике и парфюмерии, а также хиты, которые вы наверняка где-нибудь видели и хотели бы приобрести. Брендов, представленных в «Золотом яблоке», просто не перечислить. Их там тысячи, мне кажется. Очень-очень много. Все, что вам нужно, есть там. Очень крутой и удобный интерфейс. Мне кажется, очень мило выглядит. Оформить заказ очень легко и просто, и доставить вам прямо к вашей двери. Во-первых, я заказала гель Алоэ Гира. Самый обычный, самый стандартный. Просто увлажняющий перед макияжем его использовать. То, что моему лицу, в принципе, подходит и не раздражает мое лице. Дальше самое крутое, то, что я больше всего ждала, это кисти. Шик. Тут несколько разных кисточек. Мне нравится то, что они, видите, в такой упаковке прям плотные. И сюда можно будет несколько кисточек положить, как чехольчик для них. Вот, я взяла, значит, семерку для макияжа. Это чтобы делать, не знаю, что-нибудь. Вот, дальше взяла шестерку. Консилер. Чтобы консилер, да, носить вот так вот под глаза. То, что наверняка ничего не скроется, но ничего. Я взяла спонж. Шик. Большой белый. Чтобы делать, так сказать, макияж. Взяла еще вот такую кисточку для румянка и контуринга. И бронзера. И хайлайтера. Короче, стандартно я ее взяла, скорее, знаете, для пудры. Такое удобнее всего делать. Вот так вот, пудры. Это тройка. Дальше. Я взяла солнцезащитный крем. Это крем с SPF. Вот, Clorans. Суперическая фирма. Потому что уже начинается солнышко, и нам нужно защищать наше лицо. Ну, не ежедневный пока что уход, но все равно буду его использовать. Скоро все равно улететь. Скорее всего, в Египет. Нужно это взять с собой обязательно. О, Clorans. О, merci beaucoup. Очень хороший. Очень его советую. Его использует моя мама. А если мама использует, значит, нам надо. Это бельген с собой кабарет. Номер один. Черная. Вот такая. Видите, она черная с золотым. Обалденная. Просто удлиняет, расширяет. Все. Все функции. Выполняет. Дальше. Я взяла тоже кисточку, да? А, нет. Это, смотрите. Карандаш для бровей. Не знаю, буду ли я его использовать для бровей или нет. Скорее всего, я его буду использовать для... Чтобы делать контуры губ. Я бы его использовала для бровей. Но я покрасила волосы в черный. И мне теперь нужен темный карандаш. А это максимально светлый. Ну, не максимально. Ну, он так... Нет. Ребят, он не уходит в зеленый и не уходит в ужасный цвет. Идеальный карандаш. Ну, еще точку, конечно, делать с другой стороны. Дальше я взяла... Что я взяла? Экстра феникс бронгель. А, гель бровей. Вот такой вот какой-то... Ладно, не буду покаровать. Дальше мы взяли... Вау, какой красивый дизайн. Такой завтрак у Тиффани. Помаду взяла. Помаду губную. Она нам очень-очень подойдет. Очень хороший цвет. Особенно для тети. Это очень то, что нам надо. Так, далее у нас идет... Помада-карандаш для губ. Губовой марки Golden Rose. Седьмой номер. Коралловый. Я взяла коралловый лепстик. Ладно, это не проблема. Откройся. Просто, знаете, не использую коралловую. Я хотела поэкспериментировать и взять ярко-розовую какую-то помаду. Что-то испугалась в какой-то момент, потому что... Эх, ребят, по-моему, я прогадала. Не обращайте внимания, вот здесь у меня обветрились губы. Дальше. У нас идет тоже карандаш для... Это вообще для бровей, но, опять же, я его использую для губ. Баба, открось. Ну-ка. Он золотой. Сsur usually... Где-нибудь мы должны были прогадать. Поехали дальше. Карандаш для бровей, опять же, Евген Сабошечка. Его используют для губ. Он достаточно твердый для губ, но он делает прям четкий-четкий контур. Дальше у нас идет тоже... Ну, карандаш... Это для бровей? Нет-нет, это уже для губ. Ну, мне нравятся, кстати, карандаши от Ювен Сабо. Я вообще люблю мягкие. А заказываю твердые. Ну, блядь. Да, мягенькие, но он светлый. Можно нюдовые, если помады наношу. Вот, то можно. К этой помаде хорошо он подходит. Дальше. Айфон. Ребят, заказал айфон. Зырим. Это палеточки. Обе революши. Нюдовые такие, да, оттеночки. Классические, нюдовые, хорошие оттенки. И также румяна. Много разных румян. Я, конечно, люблю больше холодные оттенки такие. Вот. Ну, вы все и так понимаете, думаю. Заказала 17 в одном ликотоду. Мы во нем уже слышали. Мне интересно, как он пахнет. Ой, очень вкусно пахнет. Термозащита. И вообще, вот все там есть. Я видела на него очень много хороших отзывов. Прям очень много хороших отзывов. Дальше. Дальше у нас идет такое увлажняющее средство для волос. Купила уходовое тоже еще одно средство. Дар от Дарлинга. Пахнет вкусно. Дарлинг хорош, что ж, фирма. Вот, решил попробовать. Все-таки корейская, да, фирма? Потестим, скажем, каково оно. Я еще купила. Это крем. Витаминный комплекс. Витаминный крем для лица. Я думаю, вы его тоже наверху-ка видели. Много где и в ТикТоке, и не в ТикТоке. Вот. Витаминный крем Дарлинг. Ой, пахнет вкусно. Мягко пахнет. Какие-то вещи я сейчас буду использовать в макияже, какие-то нет. Потому что я их еще не протестила. И, ну, может получиться очень коряво. А со своими старыми я знаю, как работать. Сейчас вам покажу. Макияж тетки. Кстати, у меня есть очень-очень приятная для вас новость. Просто обалдеете и будете хлопать в ладоши. Потому что у меня есть для вас промокод на покупке в золотом яблоке. Промокод вы видите на экране. Срок действия вы тоже видите на экране. Ребята, этим надо попользоваться. Это надо успеть купить, пока у меня есть персональная скидка для вас. Я считаю, что себя порадовать перед выпускным. И, ну, оно вам надо. Я так думаю, что оно вам надо. Пока действует промокодик, я бы вам очень советовала что-то себе присмотреть. Переходите по ссылке в описании. Купайте все в приложении золотое яблоко. Я думаю, мы с вами понимаем, что золотое яблоко это топ топа. Поэтому не упускайте такую возможность. Так, а мы начинаем макияж. Надеюсь, макияж вам понравился. Или нет, не знаю. Я расскажу, красите я не то, что умею. Сейчас мы переходим с вами к детским поделкам. Все, приятного просмотра. Смотрим. Я еще из Леонардо снимаю мини-мини-мини-мини влог. Поэтому давайте сначала его посмотрим. И перейдем уже сюда. Это прямое включение с магазина Леонардо. Выбираем. Что же нам приобрести туда, так сказать? Вы бы знали, как я обожаю вот эти вот шары. Ой, убила все детство и очень. Прямо это мое. О, лиска-хуиска. Че это такое? Магниты из гипса? Не нахуй. Я все руки замараю. Так у меня не надо. Вот это нам надо, да? Ой, я че, она такая... Там что-то спиздили, наверное. Сосуля. Сделай сам мини-сосуля. Че это ты? Позьмем. Знали бы вы, как я в детстве фанатела от вот этого. Я просто их покупала. Они у меня валялись по всей квартире. Но они мне просто были нужны. Просто чтобы они у меня были в наличии. У меня закончились благовония. И, кстати, говорят, что у Леонардо хорошие достаточно благовония. Они вкусные. Поэтому я решила что-нибудь повыбирать, понюхать. Вот что-нибудь, может, взят. Потому что благовония именно они помогли мне избавиться от моих шоков. Порошком стиральным. Пахнет. Ой. Ой-ой-ой, очень-не очень. 60 рублей, но пахнет вот это неплохо. Нормально так. Добротно. Так, а ну-ка. Вот такая антистресс. Да как ее понюхать-то? Ничем не пахнет. Давайте узнаем, как пахнут деньги. И тоже ничем не пахнет. Видимо, ни от страша мне не избавиться, ни денег заработать не получится. Ух ты. Что это? Ой, фу, бля. Не знаю, в чем прикол, но нравятся мне именно вот такие маленькие. Кажется, что вот такие выглядят, как будто добротнее. У меня какой-то запах хотя бы не у всех именно порошковый. Я люблю запах порошка, типа мне нравятся такие вот эти вот всякие химические. Иногда аж хочется вот, чтобы действительно вот жасмином пахло. И вот в этих маленьких реально какие-то запахи имеются. Египетский мускус. Ну-ка. Ой-ой-ой. Это самый стандарт, как пахнет благовольно. Вот так они пахнут на самом деле. О, деньги. О, вот большие деньги мне не светят запахами, а вот маленькие, да. Моя энергия. Надо проклачивать. Надо немножечко, да, набираться вот этого. Бай, смотрите, какой чехол для телефона. Опа. Такой модный, да. Ой-ой-ой-ой. Ой. Ой, все, у меня деньги падают, да падают. Это съедобный крем. Прикольно. Положим. Я помню, в садике у нас была вот такая глина. Вот именно от этой фирмы, прям из моего детства. И мы постоянно из нее любили. Что-то вот у меня был кружок по глине. И у нее запах такой, знаете, родной. Вот кто занимается полимерной глиной, мне кажется, это просто миллиардеры. Просто цена одного кусочка 57 граммов. Вы просто реально, вы миллиардеры, ребят. Это же как дорого. Ой, вау. Бумочки для ванны прям хочется, мне кажется, такое. У меня вот есть апельсин. Пышная пенка. С лавандой. Ой, вот это я всегда хотела попробовать. Мне очень интересно, что это такое. Ни разу не пробовала, видела в рилсиках. Обязательно такое мне надо. Это что-то очень прикольное. Хочется все, если честно. О, французская. Это мне надо. Это, видимо, мое. Кстати, она последняя, видимо, она какая-то крутая. Французская это нам надо. Я уверена, если я вот это возьму, я взорву квартиру. Один раз я пыталась вырастить что-то такое. По-моему, это был либо кактус, либо что-то такое. Как вы думаете, что произошло? Он сгнил и завял через два дня. Кто смотрел прошлый ролик, поймет, почему мы это обходим стороной. Помните, в детстве были вот такие вот фламасси? Вот только они пахли. Пахли разными фруктами. Вот есть только одна такая упаковка. Только вот такие вот какие-то японские. И они стоят тысячи триста, ребят. Пиздец. Это пазло на две тысячи деталей. Две тысячи деталей. Угу. Потратить на это миллион готово. Все, я все купила. Очень объемно, очень много. Детская предсукушельника. Вот сейчас будет какой-то праздник. Мне надарили подарков. Я сейчас буду типа их все открывать. Приятно, приятно, могу сказать. На арбате, конечно, красота неописуема. Внимание, вот в этой сумке мне сейчас предстоит найти ключи. Боже, тут вы бы знали, сколько всего. Так, перемещаемся обратно сюда. У нас есть такая вот бомбочка для ванны с лавандой. Хочется очень попробовать. Вот эти духи прям гипер, как хочется попробовать. Спасибо! Конечно же, я взяла ньютоновскую жидкость. Очень интересно, что это такое. Очень хочу попробовать. Если бы мне сейчас было лет восемь. Сколько? Какой там возраст? Я бы опысалась от счастья. Снежок, сосуля. Немножко такая песня трендовая вышла у нас, получается. Я даже не знаю, что это такое. Так, благовоньки еще купила. Вот смотрите, купила. И такой же, только с денежкой. Так, давайте начнем. Да, мне пять лет. Наверное, самые интересные духи мы оставим напоследок, как самые вкусные. А начнем мы с бьютоновской жидкости. Определенно. В набор входит инструкция, вот такой вот стаканчик, краситель, вот такой вот синенький, мешок крахмала, вот такая лоя. Извините за звуки, это стиральная машина. Если я испачкаю эту кофту, меня Саша убьет, то он мне дал погонять немножко. Но я у него своровала навсегда. Так, что нужно делать? Высыпайте крахмал в контейнер. Да? Так, давайте. Мы берем крахмал прямо на столе. Ой, 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 ой. Надеюсь, ничего не рассыпется. Все нормально. Ой, не той стороной, ладно. Так, добавляем водички. Вот, нам 120 надо. Чуть-чуть-чуть, да, нам надо и... Вот так нормально. Ой, я чувствую, ребят, что это уже что-то нереальное там. Так, добавляем красителя. Ой-ой-ой-ой, как бы мне все не замарать тут. Ой-ой-ой-ой-ой. Что? Ой-ой-ой, а что ж мне все потекло? Я что-то не поняла, а что она вот, видите, водой? Я не поняла. Я что, переборщила с водой? Нет, кстати, воды плюс-минус я добавила ровное количество. Все руки в говно. Уж простите меня за мой французский, но получилась какая-то хереборина. Написано 120 миллилитров. И я добавила 120 миллилитров. Я не перелила. Давайте приступим к следующему эксперименту. Ну, слушайте, может быть, этой штуке надо действительно просто застыть? Я знаю, я знаю, что вы хотите испытать сосулю. В душе не знаю, что это такое. В наборе сосунок. Так, вот такая инструкция. Такой вот кристаллический порошок, это называется. Он как будто маленькое-маленькое стекло. Там, да, по звуку как маленькое стекло. Пупетка, чашка Петри и перчатки. Вот смотрите, у нас сейчас точно все получится. Я вот прям при вас все делаю. Смотрите, значит, перелете кристаллический порошок из пакета в емкость. Оставив пакетики 10-15 кристалликов. Это что, вот это? Надо все это пересыпать. 10-15 кристалликов. Хабля! Ой. Я это все пересыпаю в емкость. Дальше я добавляю 2-3 мл воды с помощью пипетки. Они не растворились, а то совсем. У меня сел телефон. Но, собственно говоря... Вот смотрите, тут написано, что нужно поставить ее в микроволновку. И она растворится в жижу. Если на ней появится пленочка, то еще раз нужно типа то же самое проделать. Потом посмотрите, пожалуйста, что у меня получилось. Разогрев ее в микроволновке. Вот мои сосульки. У меня будет большая сосулька. Вот, смотрите, вот сосульки. Я беру эту долбанную чашку и образовываю сосульку. Вот что должно получиться. Где сосуль-то? Ожидание-реальность, ребят. Сосуля! Так, ладно, что у нас тут? Слушайте, вот там снизу она густая. Так, ладно, дадим ей еще немножко побыть там. Но сосуль меня просто убила, конечно. Ладно. Наверное, поэтому они были все поскидки. С третьим экспериментом у нас уже точно должно все получиться. Так, давайте посмотрим, что же входит. Набор уже здесь поинтереснее. Во-первых, какое-то украшение имеется. Дальше у нас идет лимонная кислота. Глина косметическая. Кстати, я не уверена, что это очень хорошо для тела, когда вы не купаетесь. Ну ладно. Натрий, двухкислый... Дву... Двууглекислый сода. Краситель. Я так понимаю, это у нас ароматизатор. А, ну и инструкция, и формочка. Давай, давай, работай! Так, смешайте соду и лимонную кислоту в удобной мисочке. У меня скоро уже, честно сказать, мисочки закончатся. Так, соду. И смешиваем, что, лимонную кислоту, да? Ой, какая тяжелая... Ой, ой, вот такого она... Цвета очень приятненького. Ой! Ребят, у меня тут два муха. Смешали. Перемешиваем все это, да и... Такой вот у нас песочек получается. Просто вот не понимаю, как это должно превратиться в размер одной бомбочки. Дальше нас просят добавить краситель. Добавлю часть красителя. Ой, наверное, побольше. Ой, можно еще побольше. Ну ладно. Ладно, добавим весь. Не то, чтобы это прям привлекательная, сочная парижская лаванда. Ой, бля! Все в пыли, мама! Эх! Вот так его... Побольше, побольше. Я люблю лаванду. Так, ну это единственное, чем я могу разбавить, потому что там написано, что нельзя водой. Я нашла только виноградное масло. Масло любое, растительное, можно. Чуть-чуть так добавляем. Чего она в комочке-то комкает сей? Оп, оп. И утрамбовываем плотненько так, плотненько. Открываем это все дело. Ой. Ой. Она немножко настояться, чтобы бомбочка укрепилась. Получилось на несколько бомбочек, поэтому... Ладно, но мы это добавим уже просто не как бомбочку. Вот, поэтому мы пока приступим к парфюмерии, а потом попробуем уже саму бомбу. Бьюти бомб. О, боже, все надежды на тебя, крошка, давай. Вот так выглядит моя последняя надежда на что-то адекватное. Пытаюсь не мастериться, это очень сложно. Юной парфюмер. Ой. Пахнет как будто диффузор для туалета, как он, шикалка. Здесь уже у нас набор посолидней. У нас есть почули. Снова для духов. Есть роза. Есть ваниль. Пипетки. И, слушайте, прям стеклянные колбочки для смешивания духов. Я думаю, тут и без инструкции понятно, что это делать. Просто брать пипетки разные вкусы и их смешивать. И доводить до той консистенции, до того аромата, который вам понравится. Основа для духов. Она как раз таки пахнет дезиком. Ой, роза. Мемуза. О, вот это придумали, да? Пахнет данная консистенция очень дешево и гиперсладко. Пожалуйста, количество духов за 300 рублей. Спасибо. У нас тут идет вот такой вот шарик. Давайте же послушаем. На ручку. Вышло не так плохо, как это было. Пахнет детскими куклами, если честно. Запах вот того самого детства. Ребят, хотела попробовать испытать бомбочку, а у меня вода и так уже. Смотрите, уже, видимо, встроенная бомбочка идет. Ребят, честно искупались вы? Я вот сейчас включила вспышку, чтобы вам показать. Такой немножко, знаете, даже странноватый эффект. Ну, не знаю. Она, если что, темно-бордовая. Почему-то камера не передает прям. Ой, что-то мне страшно за мою ванную, ребят. Что я вам могу сказать? Наверное, я либо плохо перемешала, либо оно плохо смешивалось. Но, как мы можем заметить, оно достаточно распределилось по цветам. Вот. И самое страшное и опасное, то, что я, слава богу, что не стала рисковать в ней мыться. Потому что она очень-очень редкая. Я сейчас буду с малюксом все это оттирать, блядь, пока это не впиталось. Миленька. Сам ототрем. Ша-ша-ша. Пока все не впиталось, это вся залупа. Мы добрались до третьей части. Сначала я играла в игру, что-то там, дроп, оп, вот. А потом мы переключились уже на другое дело. Ну, все, увидите. Так, все, смотрим. Ясно сказать, мне кажется, это будет мой самый-самый, это, сложный монтаж. Я купила планшет для этой игры. Надо помочь. Помоги ему. Ну, тебя нафиг. Ну, тебя нафиг. А-а-а-а. Не за что. Нарисую картину. О, красота. Деньги на подарок. О-о-о. Вот это нам надо. Угу. Тунинг. О, донари. Реклама прошла. Можем дальше. Раскрути. О-о-о. О-о-о. Здесь не так. О-о-о. Ладно. О-о-о. Типичная подмосковья. Собака. Ай. Ой. О-о-о. Напиток без газа Ну газики убрать, блин Ну что ж, я совсем тупая, что ли Да, видимо, совсем тупая Ну, в смысле, а чего? О, моча В такую игру когда что-то не понимала О, просто вот так делаешь, и все, забей О, вот так И, блин Принтер Так, все, хватит бегать Пора отдохнуть, полежать Так, о, о, блядь Это мне норм, но я это уже проходила Все, пошло нафиг Поскольку тело тоже проходило Я решила поэкспериментировать и подумала Почему бы нам с вами не пройти тесты психологические Это же сейчас будет угарчик Мне уже страшно Начать тест Ой Пицца, блядь Ну, среднее образование, да? Ну, в 11 класс вот такое Тест провален Среднее общее Ничего не провалено еще Выберите важную фигуру Фигуру Пронумерованных два с ромбиком и четыре с прямоугольником нам явно нужен ромб логично фигуре номер 4 может еще и не глупая ставьте слово которое служил бы окончанием первого слова и началом второго вы к обы о обы . о бы как как было ладно немножко посмотрели кто не подсматривает решите алгоритм исключить лишнее слово тарелка укажал ложка ухуй бать чашка и все такое-то манчестер и на этот щиты пылка а я не 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 поняла да да нет чем да вот нас еще потом у нас идет что там cc cc п.д. м м м м м м м м м о неплохо идем стать числом которое служил бы окончанием первого слова и началом 2 ни срок в принципе я бы мешок шок был от ребят я была близко я же говорил тогда вот эти ну короче я была близко достающие число ахмак а как 12 а 15 аж и 7 чего так по логике нет тут На одну больше, типа, становится, да? А вот тут на три меньше, смотрите, да? Пять, всё логично Ставьте пропущенное слово Уже устала, если не делала пять, что французский Росатесак, чего блядь? Жаба, жаба Третья, это я логически подумала Четвёртая И У них неправильно Пятая, шоколад, мы написали Одиннадцать Это вообще-то нелогично И жаба, всё Я не такая тупая Ребята Всё, ну если, короче, вам понравился такой форматик Вы мне обязательно об этом напишите в комментариях Так, друзья На этом всё, видео подошло к концу Надеюсь, оно вам понравилось С ним старалась, трудилась очень много времени Это всё у меня отняло Пишите в комментариях, как вам мой цвет волос Опять же скажу, что это коричневый, а не чёрный Просто он намешан с синим, чтобы был холодный цвет Это всё подсмоется и будет просто глубокий коричневый У меня сейчас жизнь интересная Я сдаю экзамен скоро по французскому языку Вот, насыщенная Поэтому приглашаю вас в мои другие соцсети Вы можете меня там найти Я там почти что каждый день Очень буду рада любому взаимодействию с этим видео С моим каналом Подписка, лайк Я вас очень всех люблю Всё, до новых встреч И всё А я поехала на выписку Я стала тётей И сегодня вот такая вот красивая Еду встречать малыша Малышку Всё, пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok